Чтобы попасть в квартиру, пришлось выставить окно. Жильцы Торцева 43 Бенни могут пройти к себе домой через подъезд. Его затопило. Уровень воды достиг отметки в 30 сантиметров. Настил из досок. Жителей уже не спасает. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Стекло выставили, потом защелку сломал, открыл, потом эту закрыл, залез сам, а потом уже меня затащил. Так Зинаида с мужем попадали к себе домой накануне. Заходить в квартиру не через дверь, а через окно пришлось из-за потопа. Вода в подъезде поднялась до уровня в 30 сантиметров. Сейчас уровень воды немного спал. Постелили доски, по ним и ходят. На Торцева 43 Б семья живет 7 лет, но в такую непроходимую ситуацию попали впервые. Началась оттепель. Значит, у нас сначала затопило вот это здесь. Мы делали отверстие туда, старались все этих монтажками. Но так как земля промерзла, толку никакого не было. И в субботу уже затопило полностью весь этот коридор туда. Все, вода льется прямо от рекой. Зинаида считает, в наводнении виноват сугроб. Всю зиму снег с территории Дитра сгружали в их двор. А у них там куча была такая очень большая. Приходил грегер, и они весь снег прямо в наш дом. На наш дом они его спихнули. Если в предыдущие годы Севмаш занимался вывозом данного снега, то в этот раз они, наверное, решили произвести рехление механическим способом. Потому что на данный момент не выяснено еще, чей грейдер приходил. Потому что мой-то точно туда не приходил. Кому принадлежит грейдер, не могут выяснить и жильцы. Сегодня в свои квартиры они вновь входят через дверь, а не окно. На следующий день воду откачали жилищники, установили и специальные трапы. Начальник управляющей компании пообещал летом сделать в доме ремонт, какой именно, пока решается. А хозяин грейдера разыскивается как жильцами, так и силами управляющей компании. Владимир Богомолов, Евгения Карелина, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.